МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это современному зрителю нужно объяснять, что господин государь Великий Новгород совсем не пронижний. Можно обойтись географическими уточнениями между Петербургом и Москвой. Можно впасть в исторический снобизм и гордо заявить, что отсюда есть пошло государство российское. А вот иностранным авторам Россики, то есть сочинения России, такие объяснения были ни к чему. Их путь в Москву или Петербург по воде или по суше проходил через новгородские земли. Новгород для европейцев. Вы только подумайте. Был местом бешеных заработков. Никакое-то окно в Европу, целые врата для иноземцев были настиж распахнуты несколько веков подряд. Новгород был известен в Европе с 10 века. Нему-Гард, город Северной Руси, упоминает в сочинении об управлении империей византийский император Константин Багринародный. В 15 веке город подробно описал странствующий фламандский рыцарь Жильбер де Лануа. Где он только не побывал. Несколько раз посетил Святую Землю. Гостил в Ирландии, Риме, в Сантьяго де Компостелло. В 1413 году Лануа отправился в далекую Балтику, а оттуда – в Ригу, Нарву и Псков. В Новгороде рыцарь провел всего 9 дней. Но Лануа, в отличие от многих его последователей, путешественников-писателей, повезло. Он увидел господин Великий Новгород в расцвете его славы, богатства и красоты. Великий Новгород – удивительно большой город. Он расположен на большой равнине, окруженной большими лесами, и находится в низкой местности среди вод и болот. Посреди упомянутого города течет большая река по имени Волхов. Город обнесен плохими стенами, сделанными из плетня и земли, тогда как башни каменные. В своих трудах Лануа описал Кремль, замок, расположенный на берегу упомянутой реки, главную соборную церковь Святой Софии, епископа, который там живет и, по словам рыцаря, представляет, как бы начальника, религию новгородцев, христианскую по греческому обряду и особое управление городом. Внутри упомянутого города живет много больших сеньоров, которых они называют боярами. И там есть такие горожане, которые владеют землей в две стиле длины, богаты и могущественно удивительно. И не имеют русской Великой Руси и других властителей, кроме этих бояр, выбираемых по очереди так, как этого хочет община. Все должности архиепископ, посадник, тысицкий, уличанский староста были выборными. Каждый из этих наемных управленцев имел право суда, но и сам был подсуден. Если представитель народа в чем-то не устраивал своих избирателей, он по решению веча мог быть изгнан, как был изгнан князь Севолод в 1136 году. Его даже могли казнить. В середине 14 века посадник Астафий-дворянинец матерно облаял литовского князя, и это оскорбление привело к войне. Веча приговорила посадника к смерти, его связали и по обыкновению сбросили с Великого моста в реку. Историки до сих пор не сошлись во мнении, где же собиралась Новгородская Веча. Есть версия, что этот первый русский парламент обсуждал насущные вопросы на Ярославовом дворище возле Никольского собора. Посреди площади стоял помост. Каждый оратор начинал свою речь словами. Вольные мужи новгородские. Новгород в это время фактически самостоятельное государство. Да, формально зависит от Золотой Орды и Великого Московского князя. Но имеет свой бюджет, может при желании нанять войско. Лануа пишет, что в качестве монеты новгородцы используют куски серебра весом 8 унций. Без оттиска. Золотых монет не чеканят вовсе. А для мелких расчетов им служат шкуры белок и куниц. Не обошелся автор без рассказа о главном русском бренде – суровой зиме. Когда брови и ресницы белеют от мороза, а вода в горшке, который поставили на огонь зимой, с одной стороны кипит, а с другой леденеет. О новгородских женщинах Лануа сообщил, что они носят две косы, в то время как мужчины – одну. Женщин можно купить на рынке. Что он имел в виду? Историки спорят до сих пор. Они имеют в своем городе рынок, на котором продают и покупают себе женщин. Имея на это право, мы, истинные христиане, не осмелились бы сделать это никогда в жизни. И покупают своих женщин. Одну вместо другой. За кусок или за два серебра, как сойдутся. Так, чтобы один дал достаточно другому. Несмотря на некоторые фантастические подробности, Лануа в своих путевых заметках рассказал о Новгороде главное. Это крупный торговый город на полноводной реке, которая связывает его с Европой. У Новгорода обширнейшие территории и богатые международные связи. Он один из офшоров Гондейского союза. То есть территория, свободная от налогов. С древности через Новгород проходили знаменитые торговые пути. Они связывали скандинавские земли с Византией. После викингов торговыми партнерами новгородцев стали купцы с острова Готланд. А затем и немцы. Гондейские купеческие суда шли сначала по Балтийскому морю и Финскому заливу. Преодолевали Неву и Штормовое Ладожское озеро. Затем входили в Волхов и оказывались на знаменитом торжеще всей империи. Так потом Новгород назовет посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн. В Новгороде торговали все. Разница была лишь в размахе. Кому-то было достаточно лотка, а кто-то ворочал караванами. Центром всей этой купли-продажи являлся новгородский торг. По другую сторону от Кремля, прямо у берега Волхова, стояли плоды, где торговцы предлагали покупателям рыбу, мед, клюкву, орехи, а также лес. От досок до готовых срубов. Крупные сделки заключали прямо в усадьбах. В XII веке купцы с острова Готланд основали здесь свое представительство и построили церковь Святого Олафа. В Новгороде появилась официальная контора Гонзейского союза. Подобной историей могли похвастаться только Лондон, Брюгге и Берген. Такие конторы, то есть крупнейшие представительства торгового союза, имели привилегии от иноземных государств, то есть товары, к примеру, не облагались пошлинами, следили за соблюдением законов и обеспечивали безопасность при заключении сделок. В Новгороде иногда одновременно жили 200 иностранных купцов. Срок такой служебной командировки составлял полгода. В церкви Святого Петра, расположенной на новгородском торговом дворе, не только молились, но и хранили товары, а также эталоны единиц измерения. Гонзейские купцы подчинялись строгим правилам. Они назывались «скра». Например, сделку нельзя было заключать напрямую, а только через посредника, своего рода старшого олдермена. На отдельные товары действовали квоты, некоторые были вовсе запрещены, а за продажу в кредит купца могли выгнать из гильдии. Знаком новгородской гонзейской конторы были ключи от рая, но час изгнания уже приближался к обитателям этого торгового Эдема. Великий князь московский, вопреки всем таковаренностям и законам, прикасал немецких купцов, которые находились тогда в Великом Новгороде, лишив имущества, арестовать, сорвать с них одежду и обувь, сокровать в цепи и бросить в смрадную жуткую темницу, где они и прибывали в заключении. Одни по три, а другие по девять лет. Ливонский епископ Бомховер анонимно издал пропагандистскую книгу, в которой создал образ мрачной и нечестивой России, угрожающей просвещенному миру. В книге описывается, как в Новгороде арестовали иноземных купцов за невинные происшествия с их русскими коллегами в Ревеле. Одного из новгородцев там сварили в кипятке за подделку денег, а другого сожгли за сношение с кобылой. Иван Третий, царь русских варваров, потребовал выдать обидевших новгородцев, но получил отказ. И тогда он велел отлить медное блюдо с изображением замка в Ливонии и гневой часто бил по нему. Из этого каждый разумный человек может узнать, насколько опасны и заносчивы злобные русские в своей глупости, порогах и сумасбродстве. Австрийский посол Сигизмунд Герберштейн в своих записках о Москве, опубликованных в 16 веке, рассказывает, что в прежние независимые времена обширные земли Новгорода делились на пять частей, каждая со своим управлением. Каждая из них заключать какие бы то ни было сделки и беспрепятственно вершить дела, могла исключительно в своей части города. И никому не было позволено, в каком бы то ни было деле, жаловаться какому-либо иному начальству этого города. Но главное, что запоминается в записках Герберштейна о Новгороде, это интонация сожаления по утраченной вольнице. Герберштейн рассказывает, что новгородцы по собственному усмотрению ставили князей на управление республикой, умножали державу за счет союзов с другими народами, заставляя их защищать себя за жалованье. Подобная политика, по мнению посла, приводила к странностям. Москва хвалилась, что имеет в Новгороде своего наместника, а Литва, что Новгород, платит ей дань. Дело в том, что Герберштейн пишет свою книгу уже после присоединения Новгорода к Москве. У последнего дня жизни Вечевой республики есть четкая дата – 15 января 1478 года. В этот день была схвачена Марфа-посадница, снят Вечевой колокол, а новгородцы присягнули на верность великому князю московскому. По взятии города он, Иван Третий, увез в Москву архиепископа и всех более богатых и могущественных лиц и поставил в их имение, как бы в новое поселение, своих подданных. Пишет Герберштейн и подпускает шпильку по свежим впечатлениям. Народ там был очень обходительный и честный, но ныне является весьма испорченным. Вне сомнения это произошло от московской заразы, которую туда везли с собой заезжие московиты. Политические симпатии европейца Герберштейна читаются между строк. Его последователи через века будут формулировать эти сожаления об ином пути России более четко. «Какой резкий контраст могла бы составить аристократическую Россию эта республика? Не исчезни она в те далекие времена!» Воскликнет швед Юхан Бар в XIX веке. Конец новгородской вольницы хоть и нанес удар Новгороду, но все же окончательно не сломил его. Отзывы иностранцев в XVI веке о главном городе бывшей Вечевой республики поражают. Новгород сравнивают с Римом и Лондоном. По обширности Новгород немного больше, чем Рим. Так как Рим в окружности имеет 32 итальянских мили, Новгородша – 35. Стания в Новгороде деревянные, а в Риме каменные. О новгородском богатстве пишут даже те, кто его своими глазами не видел. Матвей Миховский в трактате о двух сарматиях пишет, что у каждого новгородского купца есть собственное хранилище со сводом, то есть подвал, куда бесчету бросают золото, серебро и драгоценные камни. Богатство города он иллюстрирует примером. Иван Третий после покорения Новгорода увез в Москву до 300 вазов с ценностями. В Новгороде есть замок, называемый Детинец. В нем находится главная церковь Святой Софии. Крыта она блестящими золотыми пластинками. Много там и церквей разных святых. Одному святому Николаю, у русских наиболее чтимому, посвящено столько церквей, сколько дней в году. До Ивана Третьего новгородский Детинец или Кремль не был красным, как сейчас. Крепость была сложена из известняковых плит. Свой нынешний облик, новгородский замок, приобрел уже после присоединения к Москве. Кремль в Новгороде стал первой на Руси крепостью, выстроенной из красного кирпича. Круглую форму замка и города иноземцы не раз отмечали в своих сочинениях. Улицы расходятся от центра, как лучи, и упираются еще в одно кольцо. В прошлом году некий римский архитектор окружил его валом. Выдающиеся вперед из этого вала укрепления могут выдержать натиск больших осадных орудий. Напишет про Новгород в своем сочинении о Москве секретарь ордена и езуитов Антонио Пассивина. Вал, который упоминает Пассивина, в Новгороде называют окольным. Такие укрепления окружали многие города, в том числе Москву. Теперь на месте подобного вала в столице – Садовое кольцо. Возведение новгородского окольного вала началось в 1372 году и длилось почти два десятилетия. В древности проехать в город можно было сквозь каменные башни. Поверх земляного вала новгородцы возводили бревенчатые стены. Новгород с древних времен и до наших дней делит пополам река Волхов. Много веков назад две части города соединял мост, который называли Великим. Он находился чуть правее нынешней пешеходной переправы. Этому исчезнувшему сооружению, соединявшему торговую и софийскую стороны, суждено было сыграть в истории города драматическую роль. Итальянец Рафаэль Барберини, который побывал в Великом Новгороде в 1565 году, писал, что мост был застроен домами и лавками, как целая и весьма длинная улица. Считается, что мост соединял две стороны Новгорода уже в 10 веке. Некогда новгородцы поклонялись Италу по имени Перун. Затем, по принятии крещения, они опрокинули его и сбросили в реку Волхов. Говорят, будто он поплыл тогда против течения, а около моста слышали голос. «Вот вам, Новгородцы, на память обо мне!» И вместе с этими словами на мост была выпрошена дубинка. И то ныне, в определенные дни в году, раздается Перунов глаз, граждане того места сбегаются и избивают друг друга палками. Этот миф объясняет дрочливый характер Новгородской переправы. Великий мост на протяжении веков был местом протокольных встреч и крестных ходов, разрешения споров и жесточайших казней. Но самые страшные события разразились на Великом мосту при Иване Грозном. Он ворвался туда с 30 тысячами своих татар и 10 тысячами своей охранной стражи, которые обесчестили всех женщин и девушек, ограбили и захватили все, что находилось в этом городе, подожгли их склады, растопившиеся сало и воск, залились стоки на улицах, смешиваясь с кровью 700 тысяч убитых мужчин, женщин, детей. История не знает столь ужасную из них. Англичанин Джером Гарсей в свойственной ему манере ради красного словца жертвует фактами. В его записках фигурирует самое большое число жертв трагедии – 700 тысяч. По данным других иностранцев, очевидцев или исследователей тех событий от жестокости опричников пострадало куда меньше людей. Альберт Шлихтинг пишет «Погибло 2770 человек, не считая лиц низкого происхождения». Участники карательного похода Иоган Таубе и Эйлар Крузе, эти ливонские дворяне незадолго до событий перешли на службу к Ивану Грозному, в своих записках указывают 27 тысяч жертв. Историки же считают, что население всего Новгорода в то время не превышало 30 тысяч человек. Что же стало причиной жестокой расправы над Новгородом? Город все еще был очень богат. А Ивану Грозному требовались средства для ведения ливонской войны. Набирал обороты опричинно с ее делением на верных государю и тех, кто на него умышлял. Фавориты царя Грязно и Скуратов объявили, что новгородцы задумали измену, хотят присягнуть литовскому королю Сигизмунду. После таких известий войско в пять тысяч сабель двинулось на Новгород. Судьба города была предрешена. Архиепископ Пимен встречал царя на том самом великом мосту. Но Иван Грозный оттолкнул благословляющую руку с крестом и назвал владыку волком в овечьей шкуре. Резня началась прямо во время приветственного пира. Но Пимена царь не казнил. Он не хотел делать из него мученика и приготовил для владыки позорную расправу. Великий князь прикасал посадить тогдашнего митрополита садом наперед на лошадь, дал ему в руки дуточку, в которую он должен был тудеть, и послал его в таком фиде с большим позором в путь на Москву. Так описывали события 40 лет спустя голландские дипломаты. Пимен умер в ссылке в монастыре под Тулой, а его паству ждали ужасные дни. С моста через Волхов людей сбрасывали в ледяную воду, детей привязывали к матерям. Новгородцев пронзали копьями и сжигали заживо. Адам Алиарий писал, что мертвых тел в Волхове было так много, что нарушилось течение реки, и она вышла из берегов. Драматичная для новгородцев история стала хрестоматийной и в сочинениях иностранцев. С годами ужасная история о разорении грозным Новгорода кристаллизуется в виде жутких новгородских легенд. О реке, которая никогда не замерзает посередине и об окаменевшем от горя голубе на кресте Софийского собора. В российской истории немало неоднозначных фигур, но только одну из них новгородцы посчитали недостойной бронзы на памятнике, посвященном тысячелетию России. Памятник установили в 1859 году. Даже через 300 лет новгородцы не забыли жестокий опричный разгром. Среди 127 главных исторических деятелей Руси за 10 веков Ивана Грозного нет. Гримаса истории заключается в том, что после разгрома Новгорода Россию ждала 15-летняя смута, во время которой бывшая Вольная Вечевая Республика 6 лет провела под властью шведов. В результате Столбовского мира часть земель была возвращена российскому государству, но уже без выхода к Балтийскому морю. Только через век будет прорублено окно в Европу взамен утраченных настежь распахнутых европейских врат. Во время шведской оккупации зародилась детективная история о бронзовых вратах Софийского собора. Эти врата в настоящее время имеют много имен Магдебургские, Плотские, Корсунские или Сектунские. Все потому, что точного ответа на вопросы, как и когда они появились в Новгороде, у историков долгое время не было. В древности город Сектуна был столицей Швеции. В хронике Эрика, шведском литературном памятнике, говорится о походе 1187 года, когда карелы и русские разорили город и убили архиепископа. По устным преданиям, в качестве трофея они увезли с собой и врата от города. В 17 веке во время оккупации шведы узнали свое потерянное сокровище. Король Густав II Адольф приказал покорителю Новгорода якобы де Лагарди вернуть врата на историческую родину. Энтузиазма это предложение у военачальника не вызвало. Я бы очень желал исполнить приказание его королевского величества, но так как эти врата, у которых русские уверяют, что они как дар выведены из Греции, служат входом в главный храм митрополита, то вызовет много шума, шалоб и беспокойства, если мы силой выломаем и увезем эти врата. Бронзовые врата Софии во всем мире признаны шедевром. На пластинах изображены сцены из Библии. Здесь можно найти фигуры епископов из Магдебурга и Плоцка, а также мастеров изготовителей риквина с весами и вайсмута с клещами. Самая нижняя пластина врат отличается от остальных. На ней вместо элемента декора появилась еще одна фигурка. Дело в том, что трофей, откуда бы он ни взялся, привезли в Новгород в разобранном виде. Сборщик мастер Авраам по примеру своих зарубежных коллег внес небольшие коррективы и увековечил себя. В общем, легендарные врата остались на месте. Но чьи же они и как их называть? Исследователи считают, что бронзовые врата были изготовлены в XII веке в Магдебурге для собора в городе Плоцк. Вот вам уже два названия. В XV веке при Ефимии II была распространена легенда, что врата привез на Русь из греческого города Корсунь князь Владимир. Для шведов, боюсь, они останутся сектунскими. А для новгородцев, в конце концов, они те самые, из которых выходит владыка во время пасхального крестного хода. Когда в различных заграницах вы признаетесь «I am from Russia», а вам в ответ с широкой улыбкой скажут «Москва» и «Водка», знайте, кого винить. Красочнее всех проиллюстрировал фразу «Веселее на Руси есть питье» немецкий ученый и путешественник Адам Алиарий. Он побывал во многих местах, но почему-то именно Новгород прославил как невероятно пьющий город. В 1643 году Алиарий в кабаке неподалеку от Любикского двора наблюдал удивительную картину. Люди выходили оттуда без шапок, без сапог, а некоторые в одних рубашках. Один из таких веселых людей пропил кафтан, но все равно решил продолжить застолье с приятелем. Через пару часов он вышел на улицу в одних подштанниках. Я филел ему крикнуть, кто его так опопрал. На это он с обычным их твою мать отвечал это сделал кабачик. Ну а где остались кафтаны за ручка, туда пусть идут и штаны. При этих словах он вернулся в кабак, вышел потом оттуда совершенно голый, взял курс собачьей ромашки и держа его перед срамными частями, весело и с песнями направился домой. Алярий и прав и неправ. В середине 17 века такие вот россияне, пропившие подштанники, начнут крушить кабаки. Это явление войдет в историю как кабацкий бунт, но в то же самое время под градусом находится множество стран. Родная Алярию Германия, по словам Мартина Лютера, зачумлена пьянством. Адам Алярий испытал в Новгороде и приятные впечатления. Город удивил его большим количеством церквей и монастырей. Первым из иностранных авторов он рассказал европейским читателям историю Антония Римлянина и монастыря, названного его именем. Русские рассказывают, да и сами верят, что святой Антоний в Риме сел на Жорнов, поплыл на нем по Тибру в море и вокруг Испании, Франции, Дании, через Балтийское море, Ладожское озеро и реку Волхов доплыл до Великого Новгорода, где он вместе с камнем вышел на берег. Когда он увидел тут рыбаков, он уговорился с ними за известную плату, чтобы они уступили ему то, что прежде всего выловят. Рыбаки, закинув сети, вытащили на берег большой ящик, в котором оказались книги, церковные сосуды и деньги святов Антония. Святой устроил здесь часовню, поселился в ней и по Британию в ней и погребен. Новгородцы рассказали Алиарию, что святой похоронен в соборе Рождества Богородицы. Там же хранится и легендарный камень. Но прикоснуться к мощам Антония путешественнику не удалось, ведь иностранцев в храм еще не пускали. В начале 18 века приезжал в Новгород и царь Петр. Один раз в город с ним прибыл датский дипломат Юст-Юль. Датчанин посетил основные достопримечательности, в том числе Антониев монастырь. Политика по отношению к иностранцам уже поменялась и настоятель лично провел для него экскурсию по собору, показал мощи святого и знаменитый камень. Я купил за полтора рубля жития святого Антония, то есть свод всех русских басен о его жизни, чудесах и чудесном путешествии из Рима в Новгород. Записал неблагодарный датчанин в своем дневнике. А шотландец Питер Генри Брюс в 1714 году и вовсе смутил монахов неуместными вопросами. Как, дескать, Антонию удалось пройти на камне через ладожские пороги? Монах обиделся и не стал показывать нехристю мощи святого. Вода и болота окружающей Новгород на протяжении веков считались бесспорным оборонительным преимуществом. Военные походы на город завоеватели старались планировать в зимнее время. Путешественников выручали реки. Ну, а русский способ мощения дорог у бережливых иноземцев вызывал дрожь во всех смыслах. Общая конструкция представляла собой два ряда вертикальных свай, на которые укладывались бревна. На эти стволы набросаны ветви, и все это засыпано песком или землей. Только что исправленная дорога замечательно хороша. Но когда бревна подгниют или вдавятся в землю, а песок и землю снесет дождем, то образуются многочисленные ухабы. И легче себе представить, чем описать, какие точки получает экипаж, подпрыгивая вояко обмороженные плевна. Именно так описывал новгородские тракты английский историк Уильям Кокс. Член Лондонского Королевского Общества приехал в Россию времен Екатерины Великой с образовательными целями. Он сопровождал в таком расширяющем кругозор путешествия своего воспитанника. Карета англичан не выдержала российского испытания на прочность. Сломанную повозку пришлось сменить на кибитку, но это транспортное средство тоже не понравилось британцам. Уильям Кокс все свои впечатления от Турне по разным странам изложил в книге «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию». Новгородские деревни в отличие от смоленских пришлись ему по вкусу. Избы были просторнее, лучше устроены, окна больших размеров, курных изб меньше. А сам Новгород разочаровал. Торговая страна представляет собой скопление деревянных жилых домов и ничем бы не отличалось от обычных деревень, если бы не многочисленные кирпичные церкви и монастыри, которые стоят печальными памятниками своего былого великолепия. В то время, как наполовину обработанные поля и большие участки земли, заросшие кропивой, показывают нынешнее запустение. Англичанин признается, что ни один другой город не оставил в его памяти такого грустного впечатления, как Новгород, по сравнению с былым величием. Этот мотив, о боже, что мы потеряли, как припев миноре, повторяется во многих сочинениях иностранных авторов в 18-м и 19-м веках. Здесь колебель русской монархии, на этих улицах, сегодня столь малолюдных, некогда блистал военным великолепием еще дикий двор. Эти разрушенные стены выдержали многочисленные осады. Эти 60 церквей, куда сегодня лишь изредка забридают прихожане, некогда едва вмещали толпу верующих. Теперь все пустынно, уныло и молчаливый Новгород стоит между двумя столицами, как урок превратности судьбы. Напишет драматург Франсуа Ансело. В 19-м веке и дороги стали получше, и иноземцы более подготовленными. Новгород теперь привлекает не только любителей вздохов о былом, но и настоящих ценителей древнего наследия. Немецкого путешественника Фридриха Мейера можно смело назвать русофилом. Он изучал старинные памятники архитектуры и искусства и посвятил Новгороду целый раздел своей книги. Мейер уверен, Новгород город особого значения. Он напоминает читателям средневековую пословицу «Кто против Бога и Великого Новгорода» и романтично сравнивает город с Фениксом. Довольно часто случались опустошительные пожары. Иноземные распоничьи орды прали приступом, крабили, шкли церкви, убивали священников в фоторе. Благочестивых монахов живьем кидали в окон. Но Новгород, подобно Фениксу, вновь и вновь возрождался из пепла. Мэйр, в отличие от многих предшественников, позитивно трактует русский национальный характер. Не раболепие, а порядочность и услужливость видит он в новгородцах, отмечает иностранный автор и веротерпимость горожан. Немецкий путешественник записывает в плюсы выносливость русских, а также умение довольствоваться для жизни ничтожно малым. И даже мы уже не надеялись, опровергает миф о русском пьянстве. Личное мнение на этот предмет противоречит общепринятому, ибо мы ни в рыночной сойте в Новгороде, ни в уличной толпе Санкт-Петербурга и Москвы не встречали буйных от пьянства, а встречали лишь так называемых подвыпивших по-настоящему веселых людей. В начале 19 века в Россию приехал немецкий педагог Эрнст Раупах. В его трудовой биографии будут должности и частного воспитателя, и профессора всеобщей истории в Петербургском университете. Раупах пишет, что любитель древности найдет, чем занять себя в Новгороде. Он описывает храмы и монастыри, знакомит читателей с уже утвердившимися в коллективном сознании новгородскими мифами. Один из них связан с изображением Христа в центральном куполе Софийского собора. В клавном куполе перед алтарем, украшенным золотом и серебром, изображена большая фигура Иисуса Христа с поднятой рукой. Существует древняя легенда про день гибели Новгорода, которую мне рассказал причетник. В новгородской третьей летописи так рассказывается о росписи каменной церкви Святой Софии в середине XI века. Мастера из Царьграда трижды писали образ Спасителя с благословляющей рукой, а на четвертый день услышали глаз Божий, который велел писать его сожжатой рукой, ибо в этой руке Христос держит Новгород, и когда рука разожмется, тогда придет и конец городу. Во время Великой Отечественной войны снаряд пробьет купол Софии и сжатую десницу Спаса Пантократора. Фреска будет уничтожена, а во всем Новгороде уцелеет не больше 40 зданий. Но город в очередной раз возродится. гениальные реставраторы восстановят древние храмы, по крупицам соберут легендарные фрески, памятники Новгорода включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, столицы Вечевой Республики вернут имя Великий. Впрочем, и иностранцы, и свои все равно будут путать его с Нижним. Кто-то и сейчас назовет город тенью былого величия, другой замрет от восхищения перед очередным воскрешением из пепла. И дело не в том, на каком языке будут произнесены эти слова. Дело только в глазах, в которых отражается наша история. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова